Ульяновск Место на бульваре заняла живая авторская музыка. Ну и главное – это музыкальная сцена. В этом году их две. Это большой прорыв. И в отличие от прошлого года было ранее 9 коллективов, в этом году 19. И более 50% коллективов – это авторская музыка. И из таких городов, как Москва, 4 коллектива – Казань, Самара, Тольятти. Ну и, конечно, наши любимые местные ульяновские группы, очень качественные и классные. На то, чтобы подготовить фестиваль, уходит полгода и колоссальный труд команды. Площадку нужно построить с нуля. Провести электричество, организовать зоны торговля и отдыха, обеспечить коммуникациями, договориться с участниками из Ульяновска и других регионов. Приходится буквально строить небольшой город. Но оно того стоит. Городу это дает качественное событие. Люди отдыхают, люди видят, как круто в нашем городе, люди узнают новые места в своем городе и понимают, что действительно можно создавать качественные события, в которых продумано все для удобства гостей. На Ульяновский бульвар прибыл губернатор Алексей Русских. Глава региона осмотрел площадки фестиваля, послушал музыку и пообщался с ульяновцами. Руководитель области высоко оценил результат, который удалось достичь организаторам, создав масштабный праздник для горожан. Гости также остались довольны фестивалем. Сегодня замечательный летний день. И в этот прекрасный день нашему городу сделал прекрасный подарок такой бульвар-фест. Здесь прекрасная музыка, отличное настроение, очень вкусная еда, развлечение для детей. Потрясающий праздник. Производители и продавцы самых разных крафтовых, то есть ремесленных товаров получили возможность презентовать свою продукцию новым покупателям и обменяться опытом с другими производителями. Ольга Пескунова занимается реализацией элитных видов сыров. У нас узкоспециализированный магазин «Сырная лавка». И мы всегда участвуем в таких фестивалях, потому что это популяризует нашу сырную культуру. То есть мы через фестивали рассказываем о сырах, предлагаем людям попробовать что-то новое. Андрей Горелов руководит ресторанным бизнесом в Казани. Пивовар впервые принимает участие в фестивале «Бульвар», но уже оценил его преимущества и перспективы для расширения рынков сбыта и обмена опытом с похожими заведениями из других регионов. Поддерживать и увеличивать потенциал гастрономический в плане и народных кухонь, и зарубежных. Я думаю, всегда такие фестивали повышают уровень, народ развивается и больше отдают предпочтений все новым и новым кухонам. Музыканты из соседних регионов рады возможности побывать на гастролях в Ульяновске. После пандемии это отличный шанс выступить перед новыми зрителями. Артисты отмечают, что публика в Ульяновске доброжелательная, гостеприимная и приветливая. Учитывая, что мы практически здесь три года уже отсутствуем в рамках какой-то музыкальной деятельности, безусловно, очень важно такие мероприятия проводить и в рамках Ульяновска, так и в целом в России. Очень важно, потому что, видите, как все люди объединены какой-то одной целью, просто хорошо провести время и таким образом и психологически разгрузиться. Весь день до самого вечера для посетителей бульвара работали зоны отдыха, территории для пикника и красочные фотолокации. Каждый нашел для себя занятие по душе, провел время с пользой и удовольствием. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.